Послание президента Российской Федерации, Федеральному собранию Российской Федерации, землетрясения в Турции, специальная сессия Генассамблеи ООН. Эти и другие события формировали информационную картину в прошедшие месяцы, в феврале 2023 года. С вами в эфире Дарья Лобанова, заместитель исполнительного директора фонда Горчакова. И сегодня гость нашей студии, наш постоянный эксперт Дмитрий Вячеславович Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. Здравствуйте, Дмитрий Вячеславович. Здравствуйте, Дарья. Спасибо большое за ваше время. Спасибо за приглашение. Я очень рад. Спасибо большое. Мы с вами обсудим широкий спектр тем. Начать бы хотелось как раз с основной темы, которая всех, конечно же, волновала, которую мы все на прошлой неделе много обсуждали. Это послание президента Федеральному собранию. Много мыслей прозвучало, много было оценок, много было комментариев на эту тему. Было сказано следующее президентам. Россия продолжит всеми способами отстаивать свое право быть сильной именно в противостоянии с Западным, а не со всем миром. Все страны уже нельзя убедить в том, что у мира, основанного на правилах, есть будущее, потому что никто не желает жить по чужим правилам, выгодным тем, кто хочет зафиктировать свою исчезающую гегемонию. Таковы были ключевые идеи в послании. Хотелось бы узнать у вас, по каким правилам миру жить в будущем Россия предлагает жить в будущем, и как эта архитектура безопасности как-то коррелирует и пересекается вообще со взглядами того же Китая, Индии и других незападных акторов? Большое спасибо за вопрос. Но, во-первых, надо сказать, что основное содержание послания носило внутриполитический характер и экономический характер, и это очень важно. Потому что тем самым президент подчеркнул, что несмотря на ту тотальную гибридную войну, которую против России ведет Запад, страна развивается. Что проекты экономического, инфраструктурного развития, технологического развития никто не отменял. И страна действительно не только выживает, но и добивается все новых успехов в области экономики, технологий, инфраструктуры и вот открытие большой кольцевой линии московского метро тому доказательства. Кроме того, конечно же, вот внешнеполитическая часть послания, за исключением договора СНВ-3, о котором, я думаю, мы еще сегодня поговорим, она заключалась в том, что однополярный мир закончился. Вот этот мир, основанный на правилах, это политкорректное оформление американской гегемонии, западной гегемонии. И прошедший год показал, что подавляющее большинство стран мира не готово уже в условиях американской гегемонии дальше существовать. Наглядным индикатором стала неспособность Соединенных Штатов мобилизовать против России кого-либо за пределами коллективного Запада. Примерно 33 страны примкнули к антироссийской коалиции и участвуют в гибридной войне против нее в той или иной степени. И все. Подавляющее большинство стран Азии, ни одна страна Африки, ни одна страна Ближнего Востока, ни одна страна Латинской Америки в этой антироссийской гибридной войне не участвует. Это показывает ограниченность влияния Запада за пределами самого Запада. Это говорит о том, что вот действительно данный мир, основанный на правилах, уже всех настолько достал. Американская гегемония, американская лицемерия всех настолько достали и вызывают просто неприязнь у подавляющего большинства стран мира. Почему подавляющее большинство стран мира отказывается вот даже поддерживать американскую риторику о том, что Россия нарушила международное право, о том, что Россия нанесла колоссальный удар по международному порядку как таковому и так далее. Потому что сами Соединенные Штаты наносили и продолжают наносить гораздо большие удары и нарушают международное право, но при этом осуждают Россию. И вот эта лицемерие американская, оно действительно вызывает очень серьезную усталость и раздражение со стороны подавляющего большинства стран мира. Кроме того, подавляющее большинство стран мира опять-таки видят, что экономическое измерение этого мира, основанных на правилах, это вот действительно неоколониализм, о котором говорил президент и в ходе Валдайской речи и в ходе послания президентскому, посланию федеральному собранию. Потому что Соединенные Штаты, они меняют эти правила по ходу игры в зависимости от складывающейся конъюнктуры и что им выгодно на сегодняшний день. Вот им была выгодна система свободной торговли, они ее поддерживали. Перестала она быть им выгодна, они ее перестали поддерживать, стали проводить протекционистскую политику. И сегодня Соединенные Штаты проводят откровенно протекционистскую политику, даже в отношении своих собственных союзников, усугубляя их экономическое состояние. Все это прекрасно видят. И соответственно, вот те страны, которые могут себе это позволить, которые ценят свой суверенитет, свою независимость, которые действительно хотят сохранить субъектность в мировых делах, они не поддерживают этот западный курс в отношении России. И они либо стоят в стороне, либо даже ближе гораздо находятся к России, нежели чем к Соединенным Штатам. И теперь непосредственно возвращаясь к вашему вопросу, Россия предлагает более справедливый миропорядок, Россия предлагает полицентричный мир, в котором не будет единого гегемона, в котором будет уважаться многообразие, моделей развития, цивилизаций, культур, в котором у каждого регионального, глобального центра силы, у каждой страны будет возможность выбрать свою собственную модель развития. Не навязанные какие-то извне ценности, а именно способность формировать собственные модели развития и выбирать те модели развития, которые хочется. Мир, где роль мирового большинства, то есть развивающихся стран, стран Востока и Юга была бы гораздо более важной в мировом экономическом порядке, в процессе принятия решений, в котором не было бы одной единственной резервной валюты и валюты международных расчетов в виде доллара Соединенных Штатов, а было бы многообразие соответствующих валют. И этот мир, обеспечил бы большую устойчивость многих стран, они просто чувствовали бы себя более уверенно в этом новом мире и этот новый мир гораздо более справедлив, он способен предоставить разным странам возможность самостоятельно развиваться. И вот по этим вопросам Россия, Китай, Индия, другие ключевые страны мирового большинства согласны друг с другом. Россия, Китай, Индия не всегда во всем соглашаются. Да, даже Россия и Китай, у них нет стопроцентного совпадения мнений во всем. С Индией, да, у Китая и Индии в принципе отношения в большей степени конфликтные, но в том, что касается нового мирового порядка, вот видения того, как должен быть устроен мир, здесь наши мнения совпадают в гораздо большей степени, потому что никто из стран мирового большинства не хочет сохранения и тем более возрождения и усиления гегемонии Запада. Вот этот момент западной гегемонии закончился и мировое большинство приветствует на самом деле его окончание. Дмитрий Иванович, ну понятно, что одним из главных заявлений и одной из центральных тем послания президента была его фраза о том, что мы приостанавливаем действия российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях, известного как СНВ-3, и при этом Москва подчеркивается, что не выходит из договора. Официальная нота о приостановке участия Российской Федерации в этом договоре была направлена в этот вторник американской стороне. Несколько было за последние дни, скажем, заявлений по этому поводу. Вчера госсекретарь США Блинкен во время общения с Сергеем Викторовичем Лавровым на полях саммита Большой двадцатки сказал о том, что он призывает Россию изменить свое безответственное решение вернуться к исполнению ДСНВ. И по его словам, исполнение договора отвечает интересам как США, так и России. В этой связи хотелось бы узнать у вас, на ваш взгляд, почему в Вашингтоне так болезненно отреагировали на это заявление? Ожидалась ли такая позиция Белого дома после нашего слова о приостановке? И в чем, по мнению американских властей, должно состоять вот этот вот ответ исполнения договора российским интересам? Ну, Соединенные Штаты болезненно отреагировали на шаг России, потому что это решение выводит их из зоны комфорта. А зона комфорта заключалась в том, что Соединенные Штаты, ведя гибридную войну против России, фактически участвуя в горячей войне против России на территории Украины, при этом официально сохраняли позицию, продолжают его сохранять, о том, что они этой стороной конфликта не являются, и риски ядерной войны, вот ядерные риски подконтрольны, что они не усиливаются из-за действий Соединенных Штатов на Украине, и что к стратегической стабильности, к проблемам стратегической стабильности, это вообще не имеет никакого отношения. Что вот война на Украине — это одно, а стратегическая стабильность и ядерные риски — это совершенно другое. И если ядерные риски и возникают, то только из-за, опять-таки, придуманного Соединенными Штатами намерения якобы России применить на Украине тактическое ядерное оружие, что является одним из проявлений информационной войны против России с целью ослабить отношения России с тем же Китаем и другими странами мирового большинства. Вот эта американская позиция, она не только лицемерна, но и она очень опасна на самом деле, потому что главной угрозой ядерной войны на сегодняшний день является именно политика Соединенных Штатов в отношении России в целом и на Украине в частности. Потому что угрозы полномасштабного стратегического первого ядерного удара одной ядерной сверхдержавы на другой ядерной сверхдержавы на сегодняшний день нет. Но есть другая угроза — это угроза прямого военного столкновения между Россией и НАТО на территории Украины или вокруг Украины. И если это прямое военное столкновение, не дай бог, произойдет, а риски этого прямого военного столкновения высоки, то избежать ядерной эскалации будет практически невозможно. Сначала начнется ядерная война на региональном уровне, и она неизбежно перерастет на глобальный уровень. То есть произойдет ядерная эскалация снизу вверх, а не сверху вниз, как это было в период прошлой, холодной войны. И, соответственно, вот именно американская политика на Украине и культивирует и усиливает в наибольшей степени риски ядерной войны, и в наибольшей степени подрывает стратегическую стабильность. В этой связи продолжение исполнения договора СНВ-3, возобновление инспекций и всех процедур, связанных с этим договором, носило бы дестабилизирующий, а не стабилизирующий характер. И в этой связи выполнение договора СНВ-3, возобновление инспекции и всех прочих процедур, напротив, подрывало бы, ослабляло бы стратегическую стабильность, а не усиливало бы ее, потому что это подтверждало бы американский миф о том, что их действия на Украине и война на Украине не имеет никакого отношения к стратегической стабильности, и легитимизировало бы как раз те действия, которые Соединенные Штаты на Украине производят, предпринимают. Это создавало бы иллюзию нормальности того, что происходит на Украине, той политики, которую Соединенные Штаты на Украине играют. Это как раз подрывало бы стратегическую стабильность. Поэтому Россия совершенно правильно решила разорвать, уничтожить этот продвигаемый Соединенными Штатами миф и провести прямую причинно-следственную связь между действиями США на Украине и вопросами стратегической стабильности. Более того, Соединенные Штаты увидели, что их действия на Украине сейчас чреваты возобновлением гонки ядерных вооружений и чреваты усилением угроз в отношении самих Соединенных Штатов, чреваты подрывом безопасности самих Соединенных Штатов. До тех пор, пока Соединенные Штаты не сталкивались с угрозами безопасности в отношении самих себя, до тех пор, пока Соединенные Штаты могли сохранять этот миф о том, что на глобальном уровне, на уровне стратегической стабильности все в порядке, они бы ни в коем случае не изменили свою политику на Украине. Потому что на украинцев им плевать. Украина для них расходный материал. ВСУ и гражданское население Украины для них только расходный материал. Единственный фактор, который может изменить американскую политику, это безопасность самих Соединенных Штатов. И Россия подчеркнула, что действия Соединенных Штатов на Украине в конечном итоге подрывают безопасность самих Соединенных Штатов. Ну и третье. Надо понимать, что в любом случае договор СНВ-3 был последним подобного рода большим российско-американским договором по ограничению и сокращению стратегических ядерных вооружений. И эксперты и в России, и в США, кстати, я тоже имею честь относиться к таким экспертам, говорили о том, что договора СНВ-4 не будет. Мир фундаментально изменился. Глобальный ландшафт, военно-стратегический ландшафт фундаментально изменился. Фактор ядерной многополярности, фактор стратегических неядерных вооружений не позволяют, просто не позволяют идти дальше по этому пути и заключать договор СНВ-4, СНВ-5 и так далее. Поэтому договор СНВ-3 в любом случае истек бы в начале 26-го года. И он не был бы продлен еще на один срок, и он не был бы заменен каким-то другим договором СНВ-4. Россия прекратила выполнять этот договор на три года раньше. Три года, на самом деле, в данном случае не имеет такого большого значения, но это исключительно важно с точки зрения демонстрации той дестабилизирующей политики, которую Соединенные Штаты играют на Украине. Дмитрий Вячеславович, сейчас бы хотелось бы переместиться в Женеву, где в конце февраля открылась 52-я сессия Совета по правам человека. Открывая сессию, генсекретарь Гутеррж заявил о том, что не считай голод, растут во всем мире впервые за десятилетия, мир больше не движется вперед, цитата, а движется вспять. Во всем мире, как он утверждает, предсветает антисемитизм, антимусульманский фанатизм, преследование христиан, расизм, идеология превосходства белой расы. Как вам представляется, с чем в ООН связывают голод и нищету, с какими событиями, возможно, и вообще что-либо предлагалось, предлагалось ли с высокой трибуны по вопросу преодоления этого кризиса, какие-то способы. Интересно было бы узнать, почему, как вам кажется, Гутеррж заявил об этой идеологии превосходства белой расы? Есть ли здесь какая-то связь, быть может, с движением Black Lives Matter, которое появилось три года назад, как мы помним? Вспоминается первая фраза из Анны Карениной «Все смешалось в доме Облонских», потому что данное заявление Гутерржа очень противоречиво. И то, что он акцентировал внимание к белому сьюприматизму, так называемому превосходству белой расы, свидетельствует, во-первых, о том, что секретариат ООН, и в частности генеральный секретарь, находится в большой зависимости от западных нарративов и от западной политики. К сожалению, в значительной степени секретариат ООН обслуживает интересы коллективного Запада и продвигает западную повестку. Второе, это говорит о том, что вместо объединительной повестки дня Гутерреж предлагает разделительную повестку дня, потому что в отличие от проблем бедности, голода и других действительно глобальных проблем, ухудшение образа жизни, которое характерно не только для развивающихся, но и для развитых стран, увеличение разрыва между бедными и богатыми и так далее. Гутерреж заявляет тезисы, которые не поддерживаются и которые даже отталкиваются многими представителями элит и обществ. Вот эта идея и идеология белого сюприматизма, она разделительная идеология, а не объединительная идеология. Третье, это спецсессия по вопросам права в прав человека. То, что вы перечислили, то, что перечислил Гутерреж, это западное понимание прав человека. Опять-таки, вот эти белый сюприматизм, дискриминация небелого населения в развитых странах, наверное, имеется в виду, в Соединенных Штатах, это западная, точнее, это даже повестка дня нынешних доминирующих элит коллективного Запада. И вот это очень серьезная проблема, потому что на самом деле проблема прав человека в другом. Проблема прав человека в бедности, проблема прав человека в отсутствии возможностей или в недостатке возможностей для развития, для преодоления системной бедности. Вот действительно, системная проблема — это бедность и отсталость, а не белый сюприматизм или превосходство белой расы. И то, что Гутерреж продвигает вот этот вот западный нарратив, говорит о том, что, к сожалению, западный нарратив по-прежнему преобладает в повестке дня прав человека, продвигаемый секретариатом Организации Объединенных Наций, которая вроде как должна отражать более глобальную проблематику, более, так сказать, универсальную. Но в то же самое время Гутерреж сказал и правильные вещи, о том, что глобальные проблемы, к сожалению, сейчас не решаются. Они усугубляются, они никуда не деваются. Я уже сказал, что разрыв между богатыми и бедными растет и как на международном уровне, так и на внутригосударственном уровне. Проблема бедности и голода, продовольственного дефицита растет. Предпринимаются ли попытки системно решить эту проблему? Нет, не предпринимаются, потому что глобальное управление заблокировано той конфронтационной политикой, которую Соединенные Штаты проводят в отношении России и Китая, кстати говоря. Не только против России, но и против Китая. Проводится политика системной конфронтации. В отношении России эта системная конфронтация приобрела формы гибридной войны. В отношении Китая еще нет, но это полномасштабная конфронтация. Конфронтация. Ситуация становится все хуже и хуже, все более конфронтационной и напряженной. И это препятствует тому, чтобы осуществлять глобальное управление. Что такое глобальное управление? Это сотрудничество по решению транснациональных и глобальных вопросов, по решению общих проблем. Вот саммит, министерская встреча Большой двадцатки показывает, что это невозможно делать в условиях этой интенсивной конфронтации. Не получается. Когда избегают даже личных встреч министры иностранных дел или встречаются просто для того, чтобы нахамить и выдвинуть друг другу ультиматумы, естественно, никакого сотрудничества по общим вопросам не получается. Вот Соединенные Штаты любят говорить, этот термин придумала Хиллари Клинтон о том, что мы можем идти и жевать жвачку одновременно. То есть одной рукой мы можем воевать с какой-то страной, условно Китай, пытаться вогнать Китай в технологический 20-й век, ослабить максимально его развитие, а другой рукой мы будем развивать сотрудничество с Китаем по тем вопросам, которым выгодно Соединенным Штатам. Не получается так. И, соответственно, глобальные транснациональные проблемы, которые объективно существуют, они не решаются, но усугубляются. Более того, коллективный Запад даже использует эти глобальные проблемы в качестве инструмента конфронтации. Конкретный пример — это продовольственная проблема. При том, что главной причиной дефицита продовольствия является собственно западная политика и антироссийские санкции. В частности, Россия — ключевой поставщик зерна и прочей продукции для развивающихся стран. Вместо этого мы видим, Запад по-прежнему ничего не сделал для того, чтобы зерновая сделка полноценно заработала, чтобы российские продовольствия беспрепятственно поставлялись развивающимся странам. Для этого не делается ничего. Запад по-прежнему вставляет палки в колеса беспрепятственным поставкам российского продовольствия. Более того, Запад не заинтересован в том, чтобы российское продовольствие поступало странам Африки, Ближнего Востока и развивающимся странам в целом. Потому что если российское продовольствие будет поступать, то это будет укреплять отношения России с этими странами, а Запад в этом не заинтересован. То есть мы видим, как Запад инструментализирует эти глобальные проблемы и превращает их в инструмент конфронтации. Вот в этих условиях, конечно же, говорить о каком-то движении вперед невозможно. В том, что мы двигаемся назад, Гутерриш прав. Дмитрий Вячеславович, как раз вы, завершая ваш ответ, сказали о зерновой сделке. Это был мой следующий вопрос. Касательно того, что Турция и Организация Объединенных Наций, как равноправные стороны, которые подписали зерновую сделку, потребовали от Запада твердых гарантий на вывод аммиака и сельскохозяйственной продукции из России на международные рынки. И эти стороны отмечают наличие препятствий по логистике, страховке и оплате. И, в частности, Анкара требует так называемых железобетонных гарантий исполнения этой сделки, причем опубликованных гарантий, то есть публичный характер они хотят ему предать. Вы уже сказали о том, как препятствует Запад этому процессу. Хотелось бы в этой связи с другого угла немного подойти. На ваш взгляд, какие страны оказываются в зоне риска в случае неисполнения этой сделки, и Турция, как мы уже сказали, равноправная сторона этой сделки, окажется, может быть, в каком-то затруднительном положении из-за тех трагических событий, которые произошли в феврале месяце, из-за катастрофических жертв в результате землетрясения, там многотысячные жертвы. То есть как-то кажется, эта ситуация на этом процессе. И, возможно, также на президентских выборах, которые грядут. Во-первых, от неисполнения или неполного исполнения, одностороннего исполнения зерновой сделки, когда есть зеленый коридор для поставки украинского зерна, в первую очередь в западные страны, и красный коридор по-прежнему де-факто для поставки российского зерна и российских сельхозпродукции. От этого страдают, в первую очередь, более бедные развивающиеся страны, потому что в мире растет цена на продовольствие, и развивающимся странам просто дорого за это платить. Они не могут себе этого позволить. Отсюда как раз проблема голода. Турция, безусловно, заинтересована в том, чтобы зерновая сделка продолжилась, но не так, как она существует и работает на сегодняшний день, половинчатая и однобока, а чтобы она заработала по полной программе. Кстати говоря, Турция может стать тоже одним из ключевых импортеров российских продовольственных товаров, в том числе зерна, в условиях той катастрофы, которая произошла в Турции. Действительно, не только одно из крупнейших землетрясений последнего века, но и одно из крупнейших, самое крупное землетрясение в условиях урбанизации. И это ведь колоссальный удар по стране, потому что до этого землетрясения происходили, но не настолько урбанизированной страной была Турция. А сейчас Турция более урбанизированная страна, и разрушение городов наносит гораздо больший ущерб развитию Турции. На сегодняшний день я не могу сказать, что это землетрясение привело к дестабилизации политической системы Турции. Мы видим, что Эрдоган и турецкое правительство не отменяют выборы, по крайней мере, пока они запланированы на 14 мая, как раз когда они должны произойти. Ситуация предвыборная амбивалентна. С одной стороны, многие обвиняют власти в том, что недостаточно было сделано, в том, что власть позволила развиться коррупции, которая, в свою очередь, увеличила количество жертв, потому что недостаточно надежные здания строились и так далее. С другой стороны, происходит определенное объединение вокруг флага и вокруг политического лидера страны, который много чего делает для того, чтобы вот здесь и сейчас провозить реконструкцию, восстанавливать города, помогать тем, кто пострадал в результате этого страшного землетрясения и так далее. В любом случае, по Турции нанесен очень серьезный экономический удар. Траты, которые Турция уже несет и будет нести в дальнейшем просто на обеспечение жизни людей, жизни и быта людей, которые лишились всего, лишились домов, на отстраивание снова целых городов. Это астрономические суммы, при том, что экономически Турция и так находилась в кризисе, скажем, да. Мы все помним про высокую инфляцию турецкой лиры, снижение уровня жизни в результате этого в Турции и так далее. И вот теперь еще и этот фактор. Но я не думаю, во-первых, что это ставит крест на политической карьере Эрдогана. И по опросам общественного мнения, все-таки Эрдоган лидирует на сегодняшний день в предвыборной борьбе. Кроме того, я не думаю, что произошедшее фундаментально изменит турецкую внешнюю политику. Турция будет оставаться привержена усилению своей роли как великой державы, проводить суверенную, независимую внешнюю политику, стремиться нарастить влияние в своем непосредственном окружении и регионе, что часто, кстати говоря, вступает в противоречие с интересами России на постсоветском пространстве, в Закавказе, в Центральной Азии. Но в то же самое время для России очень ценна роль Турции как независимой великой державы, которая не идет в американском фарватере, а реализует свои собственные интересы, которые где-то с российскими противоречат, а где-то не противоречат, где-то совпадают. И в этой связи Турция будет и далее играть роль посредника между Россией и Западом, между Россией и Украиной по проблеме обмена военнопленными, по проблеме зерновой сделки. И Турция, конечно же, будет агитировать за продление зерновой сделки и за то, чтобы она по-прежнему заработала. Турция предлагает свои услуги в качестве посредника для политического урегулирования между Россией и Украиной, но Запад не позволяет, по крайней мере, пока этому процессу даже начаться. Я не думаю, что в обозримой перспективе возможны полноценные мирные переговоры между Россией и Украиной. Опять-таки, Запад к этому не готов. В общем, фундаментально, турецкая внешняя политика не изменится. Но я не думаю, что у Турции и ООН хватит политического ресурса, чтобы заставить Запад сделать так, чтобы зерновая сделка полноценно заработала. К сожалению, Запад не заинтересован в том, чтобы развивающиеся страны получали российское зерно. Запад заинтересован в том, чтобы усугублять экономическое положение России и использовать энергетический дефицит в борьбе против России, а не решать проблему голода в развивающихся странах. Очень интересные мысли. В конце февраля в Берлине, как стало известно, установили подбитый ржавый российский танк, поставив его таким образом, что его дуло было направлено в сторону российского посольства. Организаторы акции, как отмечалось, намеревались провести мероприятия в поддержку украинских военных, однако берлинцы сорвали их планы. В этой связи хотелось бы коротко поговорить о том, по вашему мнению, были ли услышаны властями мнения и вообще позиции людей по этому поводу, кто стоял за этими акциями протеста в Германии, и такой более общий, возможно, философский вопрос, способны ли вообще гражданское общество в Германии, да и в целом, наверное, в Европе, предотвратить сползание той самой Европы, которую так долго и выверенно строили, к вооруженному противостоянию с Россией, которому старый континент как раз готовит, как мы понимаем, видим по определенным сигналам из Вашингтона. Вот эта история с танком, она очень примечательна тем, что это как раз тот самый случай, когда в яму попал ровно тот, кто ее вырыл. Потому что хотели устроить антироссийский перформанс, получается, что устроили пророссийский перформанс, действительно показали, что простые берлинцы, простое население страны не хочет воевать против России и не поддерживает, соответственно, такие акции, как выставление памятника, выставление танка у российского посольства. Это действительно очень показательно, это говорит о степени разрыва между нынешними немецкими элитами и обществом. Эта проблема характерна для всех западных стран, в том числе и для Соединенных Штатов, но вот в Германии она на сегодняшний день очень вычурно существует, и она нарастает, потому что та политика, которую проводит правительство Германии, особенно партия зеленых и партия либеральных демократов, которые входят в правящую светофорную коалицию, она носит антинародный характер, по большому счету, она прямо противоречит интересам немецкой экономики и немецких граждан, потому что эта политика ведет к ускоренной деиндустриализации Германии, при том, что индустрия была не только важнейшей основой немецкой экономики, но и немецкой идентичности, ведь тяжелое машиностроение, немецкие автомобили, Rheinmetall, Volkswagen, Mercedes, BMW – это часть немецкой идентичности как таковой, а сейчас все это стремительно деклатируют, благодаря как раз той политике, которую проводят нынешние немецкие власти. При этом простое население страдает, простое население не поддерживает ухудшение образа жизни, удорожание всего, деиндустриализацию и неконкурентоспособность немецкой экономики, перенос предприятий из Германии и в Соединенные Штаты, и в Китай, и в Индию, и вообще в другие страны, где им более комфортно на сегодняшний день находиться, чем в Германии. Немецкое население не хочет воевать с Россией. Обратите внимание, как неохотно и осторожно правительство Шольца даже действует по поводу поставок танков на Украину. Да, произошел фундаментальный поворот, да, решение по танкам принято, но оно очень многого стоило немецкому канцлеру, канцлеру Шольцу, оно далось непросто. И решение было принято только тогда, когда Соединенные Штаты приняли решение поставить Абрамсы. Украине только на этих условиях Шольц дал добро на поставки леопардов Украине, потому что не вовлечение Германии в войну против России — это императив. Действительно, это императив для Германии, особенно немецкого населения. Посмотрите на опросы общественного мнения. Подавляющее большинство немцев по опросу общественного мнения не хочет воевать с Россией. Растет число скептиков в отношении помощи Украине, и большинство немцев выступают за политическое урегулирование, за то, чтобы конфликт был завершен дипломатически, а не путем победы над Россией, тем более она абсолютно невозможна физически. Но вот вы спросили, сможет ли немецкое гражданское общество, кто в Германии придерживается более здравой точки зрения, среди нынешних политических элит Германии, к сожалению, меньшинство. Более такой здравой, пронемецкой, на самом деле, не проамериканской, а пронемецкой позиции, сегодня придерживается партия альтернативы для Германии и партия левых, левая партия. Это их целенаправленная политическая позиция, в то время как мейнстримные политические партии, они в большей степени ориентированы на интересы Соединенных Штатов. И есть экстримы, когда действительно немецкие партии и политики отстаивают интересы Соединенных Штатов в гораздо большей степени, чем интересы Германии. Это партия зеленых во главе с Анной Леной Бербок, и это либеральные демократы во главе с Кристианом Линдером. Они говорят о том, что немецкие интересы, экономические интересы Германии, политические интересы Германии, они вторичны относительно интересов коллективного Запада и относительно западных ценностей. Был прямой спор, например, между канцлером Шольцем и Анной Леной Бербок по поводу политики в отношении Китая. Шольц считает, что политика Германии в отношении Китая должна определяться экономическими интересами. Бербок считает, что ценностями, а не экономическими интересами. Что экономика вторична, а ценности, естественно, в ее понимании, либеральные, постисторические ценности, они первичны. И, соответственно, экономика Германии должна страдать, если не совпадают ценности Германии и Китая. Вот, к сожалению, сегодня такова картина. Я не думаю, что в обозримой перспективе эта картина фундаментально изменится, что произойдет вот прямо быстро фундаментальная ротация немецкой политической элиты, но стратегически это неизбежно. Постепенно это будет происходить, потому что в противном случае Германия будет просто и дальше деградировать. Вот политика нынешних немецких властей, это политика деградации Германии как великой державы, как великой экономики и как центра Европы. Не случайно многие уже говорят о том, что центр Европы смещается в сторону Польши и Прибалтики, а не в сторону Германии. Вот для того, чтобы запустить обратные процессы, необходима ротация элит. В ООН, как мы все слышали, накануне годовщины начала спецоперации на Украине, была принята резолюция, которая голосила о том, что 141 страна проголосовала за нее, за необходимость скорейшего достижения всеобъемливающего, справедливого, прочного мира на Украине. Но анализ состава тех стран, которые голосовал и не голосовал, показывает, что по сравнению с прошлым годом ситуация практически не изменилась. На стороне Запада находится меньшая часть человечества. Если мы просто посчитаем математически даже, воздержались у нас Китай, Индия, Пакистан, Иран, ЮАР, Вьетнам, Алжир, Эфиопия, Бангладеш, Судан. Население только этих стран больше 4 миллиардов, больше половины мирового населения. Не голосовали или воздержались 7 стран постсоветского пространства, Белоруссия голосовала против. Против впервые проголосовали Мали и Никарагуа, вдобавок к Сирии, КНДР и Эритреи, которые высказывались очень так и год назад. В этой связи, как следует адекватно расценивать расстановку сил в мире, исходя из этих пропорций? Согласны ли вы с тем, что реальный круг сторонников Запада ограничен полусотней государств теми, кто ввел санкции против России и теми, кто занимается поставками оружия на Украину? Я с этим полностью согласен. Причем количество этих стран меньше, чем 50, их примерно 33. Это антироссийская коалиция, которую смогли мобилизовать и объединить Соединенные Штаты, по крайней мере пока. При этом выживаемость этой антироссийской коалиции у меня вызывает серьезные сомнения. И внутри нее существует очень серьезное разногласие по поводу того, какого рода интенсивности, насколько интенсивной должна быть антироссийская политика и поддержка Украины, и какова должна быть цель, когда следует переходить к политическому урегулированию и так далее. Огромное количество разногласий. За пределами этих 33 стран существует мировое большинство. И оно по населению, вы совершенно правы, большинство населения мира не примкнуло к антироссийской коалиции. И более того, мне кажется, более правильным критерием было бы не голосование в Генеральной Ассамблее, а введение или не введение антироссийских санкций, поставки или не поставки вооружений Украине. И здесь, кстати, картина очень неоднозначная. Например, Южная Корея. С одной стороны, она Россию осудила, она даже очень осторожно, неохотно ввела какие-то антироссийские санкции, но в то же самое время она не поставляет оружие Украине категорически. И вот недавно как раз в Сеул приезжали и Ллойд Остин, министр обороны США, и Йенс Толтенберг, генеральный секретарь НАТО. Просили, давили, чтобы Сеул начал поставки вооружений и военной техники Украине, получили отрицательный ответ со стороны Южной Кореи. Причем это союзник Соединенных Штатов. Поэтому, конечно же, невозможно судить о мире по голосованиям в Генеральной Ассамблее. Западу было чрезвычайно важно, чтобы цифра проголосовавших за антироссийскую резолюцию была не меньше, чем ровно год назад. Примерно это же действительно они и получили. И набор стран приблизительно идентичный, что год назад, что сейчас. Но при этом, для того, чтобы получить такие цифры голосования, Запад пробегал к серьезным политическим манипуляциям. Во-первых, текст антироссийской резолюции был существенно смягчен специально, для того, чтобы большее число стран смогли перешагнуть через себя и проголосовать за это. Во-вторых, выкручивали руки. Об этом российские дипломаты говорят постоянно. И нероссийские дипломаты это признают, что Запад действительно выкручивал руки многим странам, угрожая либо на персональном уровне, либо на уровне межгосударственных отношений. Начиная от непредоставления помощи, заканчивая введением каких-то вторичных санкций в отношении этих стран. В результате, вот они набрали такое число голосов. Но, обратите внимание, там практически нет лидеров мирового большинства. Там нет Китая, там нет Индии, там нет Ирана, там нет ключевых стран, от которых зависит будущее мирового порядка. И подавляющее большинство лидеров незападного мира, оно не только воздерживается в голосовании на Генеральной Ассамблее, но оно не вводит антироссийские санкции и более того, оно интенсифицирует и экономическое, и политическое сотрудничество с Россией. И вот это вот гораздо важнее, чем голосование. Обратите внимание, интенсифицируются связи России, в том числе с теми странами, которые голосуют за антироссийские резолюции. Вот здесь Турция будет как раз показательным примером. С одной стороны, да, Турция осуждает, не признает новые территории и голосует против России на Генеральной Ассамблее ООН. С другой стороны, стремительно растет российско-турецкий товарооборот. Турция очень важный канал минимизации негативного эффекта санкций и частично их обхода. И Турция важный посредник и партнер России, в том числе по решению вопросов, связанных с украинским конфликтом. Вот это гораздо важнее с точки зрения реального отношения к происходящему, нежели чем голосование на Генеральной Ассамблее. Дмитрий Вячеславович, ну и подводя итог нашей беседе, мы сегодня много раз затрагивали так или иначе тему, связанную с ООН, с принимаемыми там резолюциями, решениями и много других вопросов, к которым так или иначе имел непосредственное отношение наш знаменитый дипломат Виталий Иванович Чуркин, памяти которого были посвящены внешнепилитические встречи, которые мы провели на прошлой неделе при вашем непосредственном участии. Много говорилось о тех вопросах, которые он поднимал, их бесчисленное множество, начиная от вопросов контроля над вооружениями, заканчивая постсоветской проблематикой, которую он курирует, будучи замминистра, естественно, будучи послом в Канаде, в Бельгии. И многочисленный спектр различных тем, ну и, безусловно, его блестящий путь, яркие события, связанные с его деятельностью в Нью-Йорке последние, можно сказать, до 11 лет. Как вам кажется, так как у нас смотрят много международников, студентов, нового поколения, как вам кажется, какие из его идей, мыслей следовало бы иметь в виду сейчас нам всем на будущее при, быть может, оценке позиций Запада, при выстраивании отношений с Западом. Чему, может быть, можно было бы поучиться здесь, потому как, действительно, его имя уже вписано в историю, и, безусловно, не говорить о его наследии было бы нам совершенно неправильно. Я думаю, что Чуркин один из самых блестящих российских дипломатов последнего времени. Это дипломат, поли-государственный деятель, имя которого действительно вписано в историю России, и он сыграл очень важную роль в российской внешней политике в непростой период. Он в силу своей последней должности постоянного представителя России при ООН находился на бередовой той борьбы, которую против России уже тогда ввел коллективный Запад и, в первую очередь, Соединенные Штаты, потому что американская политика в отношении России перебрела полноценно конфронтационный характер в 2014 году. На самом деле, вот эпоха попыток выстраивать неконфронтационные отношения с США закончилась еще тогда. Уже в 2014 году началась конфронтация, в 2022 году эта конфронтация переросла на уровень гибридной войны. И Чуркин находился на острие борьбы, прямо вот в переднем окопе, что называется, этой борьбы, и вел ее исключительно достойно. И он будет, я думаю, он запомнится, во-первых, своим патриотизмом, во-вторых, своим остроумием. И, кстати говоря, остроумие, интеллект, эрудиция — это исключительно важные черты дипломата. Потому что работа постоянного представителя в ООН и работа дипломата — это не только зачитывание чего-то по бумажке. Кстати, Дмитрий Полянский, нынешний заместитель постоянного представителя России в ООН, как-то прокомментировал, почему российские дипломаты в ООН всегда читают по бумажке. И он, на самом деле, действительно дал правильное объяснение, потому что они произносят позицию государства. Это раз. И здесь необходимо действительно следовать каждой букве, каждой запятой. Потому что от используемого термина может зависеть интерпретация позиции российского государства по тому или иному вопросу. А, во-вторых, они еще отслеживают перевод того, что они зачитывают по-русски на другие языки, и следят, чтобы этот перевод был правильным. И вот поэтому очень важно читать по бумажке. Но работа дипломата — это не только чтение по бумажке, и не только написание этой самой бумажки в координации с Москвой, с центральным аппаратом МИДа. Работа дипломата — это умение вести переговоры, это умение парировать удары и наносить удары, находясь в режиме свободной дискуссии, которая возникает в том числе в Совете Безопасности ООН, где Чуркин просто блистал в качестве дипломата, в качестве представителя России, пользовался уважением не только стран мирового большинства, но и противников России. И даже Саманта Пауэр и другие постоянные представители Соединенных Штатов признавали авторитет Чуркина и уважали его, уважали его как противника, как достойного противника, причем даже более достойного противника, чем они сами. И вот этот патриотизм Чуркина, работоспособность Чуркина, он, к сожалению, сгорел на работе, потому что работал очень много. Эрудиция Чуркина, его остроумие и умение таким образом представлять российскую позицию и точку зрения, что это пользовалось уважением у противников и вызывало симпатии со стороны мирового большинства, именно этим, мне кажется, Виталий Иванович и запомнится. Причем не только своей работой в ООН, но и действительно своей работой на других должностях. Он действительно дипломат титанического масштаба. Полностью согласна с вашей позицией. Уважаемые зрители, мы сегодня обсудили с Дмитрием Вячеславовичем Сусловым, заместителем директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики, ключевые международные события февраля. Их действительно было очень много. Мы благодарим всех за интерес к деятельности фонда, к нашим эфирам, и будем рады увидеть вас снова на других наших площадках. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok